Всем привет! С вами Ольга Сергеева, вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Вот и настало время подытожить киногод. Встречайте победителей Оскара 2023. В сегодняшнем выпуске я подробно расскажу обо всех номинантах и победителях. От анимационных до документальных и короткометражных. Остановлюсь на тех, про которые труднее всего найти информацию. Назову основные тенденции и подведу итоги этого Оскара. А теперь все по порядку. Сразу напомню вам, что о большинстве фильмов я уже рассказывала в своих предыдущих выпусках. Все они были представлены на различных кинофестивалях в течение года и многие отмечены призами. На моем канале информацию о них можно легко найти в разделе плейлисты кинопремия. Но есть еще много достойных картин, о которых вы даже не слышали. Итак, поехали! В разделе лучший анимационный фильм было 5 прекрасных претендентов. Марсель Ракушка в ботинках, независимый режиссер Дин Флейшер Кэмп снимал 10 лет. Это трогательная история маленького существа, которое потеряло и обрело своих родных, пройдя весь ужас и прелесть обрушившейся на него популярности. Я краснею – многострадальный проект Pixar, который так и не вышел на большой экран из-за пандемии и был выпущен в Disney Plus сразу онлайн. Режиссер китаянка Доми Ши, автор оскароносной короткометражки Бао, непринужденно и образно рассказала о важнейших проблемах девочки-подростка, о которых до сих пор в анимации было говорить не принято. Морской монстр – виртуозный проект режиссера Криса Уильямса, выпустил стриминговый канал Netflix. Летняя история с приключениями, пиратами, необитаемыми островами и харизматичными героями поднимает важные экологические вопросы, выступает против жестокости, агрессии и призывает к мирному сосуществованию. Кот в сапогах, последнее желание, грандиозная феерия DreamWorks из вселенной Шрека. Три группы сказочных персонажей одновременно движутся к заветной цели. Им предстоит узнать, что то, к чему они так стремятся, всегда было с ними рядом. Буйство красок, музыки, юмора и необычайной выдумки Джоэля Кроуфорда и Хануэля Меркада с испанским акцентом Антонио Бандереса. А Оскар достается анимационному фильму «Пиноккио Гильермо Дель Торо». Это первый опыт в покадровой анимации оскароносного режиссера игрового кино, который занял 20 лет и тысячу дней. Авторская экранизация известной книги итальянца Карла Каллоди о потере и обретении лжи и правде превратилась в руках мастера еще и в настоящее антивоенное высказывание. На лучшую мужскую роль второго плана были номинированы сразу два актера фильма «Банши и Нишерина» режиссера Мартина Макдоны. Молодой Барри Кеоган, сыгравший местного молодого чудака, и Брэндон Глисон, сурового музыканта на перепутье. Брайан Тайри Генри за роль в фильме «Мост через озеро». Это картина режиссерки Лайлы Нойгебауэр о служащей американской армии в отставке после ранения, которая пытается справиться с депрессией в гражданской жизни. Джад Хирш исполнил роль грозного и мудрого дяди Бориса из Одессы, дрессировщика тигров, в биографическом фильме Стивена Спилберга «Фабельманы». Режиссер оставил актеру свободу самостоятельно интерпретировать этот незабываемый образ из своего детства. И Оскар получает Кех Ю Кван за роль мужа главной героини в фильме «Все везде и сразу». От этой роли отказался Джеки Чан. Победитель прошел сложный путь к награде. Из семьи беженцев из Вьетнама после детской роли в «Индиане Джонсе и храме судьбы Спилберга» он надолго исчез с экрана. Работал ассистентом и каскадером. Лишь в свои 50 он снова решил попробовать себя на актерском поприще, что обернулось триумфальным успехом. На лучшую женскую роль второго плана были номинированы Анжела Бассетт за роль Рамонды, матери героя в блокбастере «Черная пантера. Ваканда навеки». Хонг Ча сыграла целеустремленную сиделку и верную подругу главного героя в фильме «Даррена Ароновский кит». Керри Кондон номинирована за главную роль сестры главного героя в картине «Банши и Нишерина». Сразу две актрисы были выбраны за работу в фильме «Все везде и сразу». Стефани Шу за роль дочери главной героини и Джейми Ли Кертис, выступивший в образе несносной служащей офиса налоговой службы. И «Оскар» получает Джейми Ли Кертис. Это первый и единственный «Оскар» актрисы, известный по культовой хоррор-франшизе «Хэллоуин», а также по популярным комедиям и триллерам конца 80-х, начала 90-х. «Рыбка по имени Ванда», «Голубая сталь», «Правдивая ложь». Лучший документальный фильм «Все, что дышит» – британско-индийский фильм режиссера Шунака Сена о катастрофической экологической обстановке в Нью-Дели. Живущие в городе смога и токсичных отходов два брата пытаются спасти редкую птицу, известную как черный коршун. «Вулкан любви» – американо-канадский фильм режиссера Сары Доса о супружеской паре французских вулканологов, погибших во время извержения вулкана Ун-Дзен на японском острове Кюсю. Они стали известны как первые фотографы и видеографы деятельности вулканов. «Вся красота и кровопролитие» – уже ставший знаменитым фильм Лоры Пойтрас, обладатель «Золотого льва» Каннского кинофестиваля 2022 года. Он рассказывает о фотохудожнице Нэн Голдин, ее творчестве и активизме, а также о борьбе с фармацевтической династией Саклеров, ответственных за сотни тысяч погибших в результате опиоидной эпидемии. «Дом из щепок» режиссера Симона Леринга-Вильмонта о небольшой группе социальных работников в Восточной Украине, без устали работающих в детском доме в прифронтовой зоне. Они создают необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают их дальнейшую судьбу. И «Оскар» получает документальный фильм «Навальный» режиссера из Канады Дэниела Ройера. Это захватывающая история о расследовании покушения на убийство российского политика оппозиции. Он рассказывает о событиях 2020 года, когда тот был отравлен веществом новичок и чудом выжил благодаря самоотверженности близких. Лучший короткометражный фильм Норвежский короткий метр «Ночной трамвай» режиссера Эрика Твейтена повествует о холодной декабрьской ночи, когда Эбба ждет трамвая, чтобы поехать домой после вечеринки. Поездка принимает неожиданный оборот. Фильм из Люксембурга «Красный чемодан» режиссера Сайруса Нешфада о 16-летней иранской девушке в чадре, которая боится взять свой красный чемодан с багажной ленты в аэропорту Люксембурга и пройти через выход. Ее страх растет с каждой секундой перед лицом того, что ждет ее за воротами. Итальянская короткая история ученицы, известной режиссерке Аличи Рорбахер об истории одного Рождества в католической школе-интернате для девочек. Фильм «Ивалу» датского режиссера Андриаса Вальтера Хансена. 16-минутная история исчезновения гренландской девочки Ивалу. И Оскар получает короткометражка из Ирландии «Прощание по-ирландски» режиссеров Тома Беркли и Роса Уайта. Действие фильма происходит на сельской ферме в Северной Ирландии, куда возвращается герой на похороны матери. Он должен принять меры по уходу за своим младшим братом, у которого синдром Дауна. И его необходимо отвезти к родственнику. Но тот согласен сделать это только при условии выполнения всех последних желаний их матери. Настало время главных победителей. В номинации лучший режиссер участвовали Стивен Спилберг с картиной Фабельманы, Тодд Филд с фильмом Тар, Мартин Макдона с картиной Банши и Нишерина, Рубин Эстлунд с фильмом Треугольник печали. И победителями становятся Дэн Кван и Дэниэл Шайнерд. За фильм «Все, везде и сразу». На лучшую мужскую роль претендовали Остин Батлер. Он появился в образе культового певца в одноименном биопике «Элвис». Колин Фаррелл сыграл роль добродушного жителя ирландского острова, который теряет друга в Банши и Нишерина. Билл Найи воплотил офисного служащего, который узнает печальную новость и решает помочь изменить ход событий в фильме «Жить». Полный скал играет молодого отца, который борется с глубокой депрессией на отдыхе с дочерью в фильме «Солнце мое». И Оскар получает Брэндон Фрейзер за роль преподавателя литературы, который хочет обрести последнее прощение и передать всю силу своей любви, оставленной им в детстве дочери в фильме «Кит». После многих лет забвения и рухнувшей карьеры из-за предания огласки истории с насилием над ним и последующих из-за этого 10 лет депрессии и болезни, для актера это признание стало настоящим вторым рождением. За лучшую женскую роль были номинированы актрисы Кейт Бланшетт, которая сыграла деспотичную дирижерку в фильме «Тар». Анна де Армос представила свой вариант интерпретации образа иконы поп-культуры Мерлин Монро в фильме «Блондинка». Андреа Райсбера сыграла роль матери с алкогольной зависимостью, которая борется за изменение своей жизни в фильме «Ради Лесли». Мишель Уильямс также воплотила образ матери в фильме «Фабельманы», в основе которого лежит реальное лицо. И Оскар достается Мишель Ео за роль хозяйки прачечной, которая попадает в параллельные миры, чтобы решить свою давнюю проблему – примирение с дочерью. Это первый Оскар азиатской актрисе, 60-летняя Мишель Ео, этническая китаянка, родившаяся в Малайзии и построившая свою карьеру в Голливуде на приключенческих и развлекательных фильмах. И, наконец, мы уфинишной прямой. В категории «Лучший фильм» были названы 10 претендентов. «Аватар. Путь воды». История о завоевании и колонизации планеты Пандора впервые взорвал экран 13 лет назад. Оригинальный «Аватар» получил 9 номинаций на Оскар и выиграл 3. Новая история преодолела отметку в 2 миллиарда долларов по сборам, а это значит, что Джеймсу Кэмерону удалось снять 3 из 4 самых кассовых фильмов всех времен и народов. В этот раз у фильма 4 номинации. Панши Инишерина На 90-й церемонии вручения премии «Оскар» в фильм Мартина Макдона «Три билборда на границе Эббинга» штат Миссури получил 7 номинаций. Режиссер вновь воссоединился с актерами своего раннего фильма «Залечь на дно в брюге» для новой черной комедии. Действие фильма происходит на вымышленном ирландском острове Инишерин. Одним прекрасным днем Падрайк обнаруживает, что его лучший друг и верный приятель и собутыльник Колм больше не желает с ним дружить, так как он ему разонравился. На этот раз у фильма 9 номинаций. Элвис 20 лет назад австралийский режиссер Базл Лурман получил 8 номинаций за свой фильм «Мулен Руш», а в 2014-м был отмечен из-за великого Гэтсби. На этот раз он представил яркий музыкальный биографический фильм о звезде американской поп-культуры и короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Всего у фильма 8 номинаций. «На западном фронте без перемен» был номинирован на премию от Германии в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Экранизация режиссера Эдварда Бергера, великого антивоенного романа, актуальна и по сей день. Действие происходит во времена Первой мировой войны. Первая экранизация произведения Эриха Мария Ремарка «Льюисом Майлстоуном» была снята в 1930-м и получила тогда два Оскара за лучший фильм и лучшую режиссуру. Всего у картины на этот раз 9 номинаций. Фабельман Режиссер Стивен Спилберг получил 12 номинаций за лучший фильм за свою легендарную карьеру. Но единственная победа в номинации «Лучший фильм» за список Шинглера была в 1993-м. Фабельман, самый личный фильм режиссера, рассказывает историю взросления 16-летнего Сэмми. Эта картина – настоящее признание в любви к кино. Всего у фильма в этот раз 7 номинаций. А подробный разбор этого фильма вы можете посмотреть в отдельном видео на моем канале «Кинотрафик», на который можно подписаться прямо сейчас. Начав свою кинокарьеру с фильма «В спальне» 2001 года, который получил 5 номинаций на Оскар, включая лучший фильм, а затем, сняв в 2006-м «Как малые дети» трехкратного номинанта на Оскар, прошло 16 лет, прежде чем сценарист и режиссер Тодд Филд выпустил свой третий фильм «Тарр». Главная героиня, известная композитор и дирижерка Лидия Тарр – первая женщина, работающая в Берлинском филармоническом оркестре. Тонкая психологическая драма, поучительная история о том, что абсолютная власть развращает абсолютно. Всего у фильма на этот раз 6 номинаций. Топган Маверик В 1987 году Топган получил 4 номинации на Оскар и награду за лучшую оригинальную песню. Спустя более трех десятилетий лучший стрелок Маверик вновь возвращает героя фильма в кабину самолета. Сиквел блокбастера Тони Скотта может похвастаться многочисленными революционными воздушными сценами, а также рекордом кассовых сборов, став первым фильмом Тома Круза, собравшим миллиард долларов. У фильма 6 номинаций. Треугольник печали В 2015 году фильм «Форс-мажоры» Рубина Эстлунда попал в шот-лист номинации на Оскар. В 2018-м режиссер опять был выбран представлять Швецию на Оскаре уже с фильмом «Квадрат». Новый, триумфальный, европейский и первый англоязычный фильм режиссера «Едкая социальная сатира». Он рассказывает о молодой паре популярных моделей, которых пригласили на борт роскошного лайнера для супербогатых. Всего у фильма три номинации. Говорят женщины. Актриса Сара Полли была уже номинанткой в категории «Адаптированный сценарий» за фильм «Вдали от нее» в 2006-м. В этот раз она адаптировала одноименный бестселлер 2018 года «Мириам Тейвс». История о группе женщин-менониток, борющихся с систематическим насилием, стала первой режиссерской работой Полли, номинированной и на лучший фильм. Картина получила две номинации. И главный Оскар 2023 года получает фильм «Все, везде и сразу». Это дерзкий и непредсказуемый фильм о мультивселенных от режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, известных как Дэниелсы. Их хулиганский дебют «Человек-швейцарский нож» забыть невозможно. Новый фильм стал неожиданной сенсацией года и выдающимся произведением жанра. Он о владелице прачечной, которая призвана путешествовать по разным вселенным, чтобы спасти мир, свою семью и себя. Всего картина была номинирована в 11 категориях. Официальное число зрителей, посмотревших в прямом эфире 95-ю церемонию вручения премии Оскара в 2023 году, составило 18 миллионов 700 тысяч человек. Ведущим снова был приглашен актер Джимми Киммел. Сюрпризом для всех стало то, что лидером по количеству Оскаров явилась малобюджетная абсурдистская драмеди «Все везде и сразу» Дэниелов. Подавляющее большинство Оскаров досталось необычному фильму, который был снят на студии авторского кино А24. Он неожиданно выстрелил в прокате во многих странах, в том числе и в России. Его необычность, искренность и безбашенность подкупила многих зрителей и критиков. В номинациях снова появились важные кассовые зрительские фильмы. В этом году всех ждало разнообразие жанров. Такое же разнообразие наблюдалось и в представленных странах. Реширяется количество фильмов, представленных стримингами. Главными темами Оскара стали антивоенная направленность, экологические проблемы, демократические и семейные ценности, отчасти эскапизм и погружение во внутренний мир, проблемы абьюза, отмены, борьбы за равноправие женщин и свободу волеизъявления. Каждый год Оскаровский набор фильмов отражает жизненно важные аспекты и закономерно фиксирует основные, в том числе и политические тенденции момента. Впервые Оскар получила азиатская актриса. Основные и ожидаемые классические фильмы-лидеры практически остались без наград. На Оскаре было отмечено и болливудское кино. Этот Оскар можно назвать, пожалуй, самым сердечным за последнее время. А на этом у меня все. Смотрите хорошее кино и становитесь лучше. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok